UV преобразование и развертка UV преобразование и развертка — это процесс переноса вашего 3D-объекта на 2D-поверхность для текстурирования. Если вы хотите, чтобы текстуры изображения правильно проецировались на ваш меш, то этот процесс очень важен для вас. Но как эти UV-мапы выглядят? Что они делают? Давайте я вам покажу. Выберите ваш объект и перейдите в Edit Mode. Выберите весь меш, нажав A. Затем перейдите к Image Editor и поменяйте его на UV Editor в левом нижнем углу. В принципе, этот редактор похож на Image Editor, только он будет показывать текущую UV-мапу поверх всех изображений, которые вы будете использовать как референс. Также здесь есть несколько дополнительных настроек, специфичного для редактора UV. Также вы можете использовать вкладку UV Editing, которая откроет UV Editor автоматически. Как видите, наш куб развернут автоматически, как и большая часть примитивных мешей. Это UV-развертка нашего куба. Вместо того, чтобы объяснять, как работает UV преобразование, я лучше продемонстрирую это с помощью Image Texture. Я перейду к своему файлу в просмотрщике файлов и перемещу его в редактор шейдеров как отдельный нод. Здесь можно увидеть, что на UV-развертке автоматически показывается изображение, выбранное в Shader Editor. Но почему наш куб все еще белый? Ну, чтобы применить изображение к шейдеру, надо соединить выход текстуры и вход шейдера. Если текстура все еще не появляется, удостоверьтесь, что в окне предпросмотра вы в режиме LookDev или Rendered. Чтобы понимать UV, давайте перейдем в UV Editor и выберем несколько граней. Режимы выбора в редакторе UV можно выбирать так же, как и в Edit Mode. Это позволяет редактировать развертку так, словно это Mesh. Горячие клавиши G, S и R работают так же, как и обычно. Но здесь есть несколько дополнительных инструментов в Toolbar. Чтобы трансформировать без горячих клавиш, просто выберите инструмент Transform. Как только мы что-то меняем в UV, изображение на кубе тоже искажается. Например, мы можем удостовериться, что этот квадрат связан с вот этим квадратом, если мы просто его подергаем. Так же мы можем увеличить развертку, и текстура на Mesh будет повторяться. По умолчанию редактор UV будет показывать только те вершины ребра и грани, которые вы выбрали в окне предпросмотра. Это так же поможет понять, какая грань окна предпросмотра связана с той или иной гранью в UV Editor. Например, в окне предпросмотра мы можем перейти в режим выбора граней и выбрать грань. Соответствующая UV-грань будет отображена в UV Editor. Также этой функцией можно воспользоваться и наоборот, то есть выбранное в UV Editor показывать во вьюпорте. Для этого нужно всего лишь нажать на кнопку с противоположными стрелками. Она находится слева сверху UV Editor. Если вы не видите всех кнопок, то можете либо увеличить UV Editor, либо прокрутить верхнюю панель. Когда мы активировали эту функцию, мы можем перейти в режим выбора граней и выбрать грани на UV-развертке, и, соответственно, связанные грани будут выбираться в окне просмотра. Какими из этих функций вы будете пользоваться, только ваше дело. Обычно я работаю с этой функцией по умолчанию. Это поддерживает частоту в редакторе UV. Теперь, когда мы понимаем UV Editor, и наше изображение спроецировано на куб, давайте посмотрим на разные алгоритмы развертки, которые мы можем использовать. Развертка связана с процессом, когда мы берем 3D-меш, разворачиваем его грани и складываем их на 2D-поверхность. Для начала развертки переходим в меню UV, или нажимаем U на английском. Несмотря на то, что наш куб уже развернут, здесь есть вот такие алгоритмы для использования. Unwrap — это стандартный алгоритм развертки. Он учитывает то, какие швы вы пометили, о них мы поговорим чуть позже, и делает развертку по ним. Smart UV Project — один из моих любимых. Он отлично подходит для быстрой и простой развертки. Light Map и Follow Active Quads похожи, но у каждого из них свой алгоритм. Cube Cylinder и Sphere Projection — это алгоритмы, которые больше всего подходят объектам, схожими по форме с названными. Project From View — это очень мощный инструмент, который берет в расчет то, что вы видите в окне предпросмотра, и сплющивает это в вашу UV-мапу. Это очень простой способ развертывания, который не терпит никакой критики при смене перспективы, но может выборочно использоваться для достижения наилучшего эффекта. Project From View Bounce просто растягивает развертку, получившуюся в UV Editor. Это я сейчас продемонстрирую. Давайте выберем Project From View. Как вы видите, с этой перспективы проецируется нормально. Но если мы немножко покрутимся, то мы увидим, что здесь картинка растянута по сторонам, перпендикулярным нашему предыдущему виду. Это потому, что, как мы можем увидеть в нашем UV-редакторе, этим граням не хватает пикселей на UV-мапе. Как вы можете заметить, мы не можем вернуть наше преобразование, как оно было. Нажатие кнопки Unwrap ничего не делает, потому что наш куб, ну, уже развернут. Так что давайте разберемся, как именно использовать базовую функцию Unwrap. Для этого мы должны отметить швы. Швы — это петли ребер, по которым блендер должен резать меш при скининге. Просто выберите петли ребер, которые вы хотите отметить или очистить, перед использованием следующих опций. Давайте выберем эти три ребра. Теперь сделаем то же самое на другой стороне куба. Теперь я могу в меню Unwrap выбрать Mark Sim, то есть мы отмечаем те ребра, по которым мы хотим резать наш меш. Теперь они будут немного покраснее. Затем я также выберу это ребро, и сделаю то же самое. Теперь я могу выбрать весь мой меш, перейти в меню Unwrap, и выбрать Unwrap. Как вы видите, теперь у нас здесь что-то более похожее на то, что было до этого. На случай, если вы не поняли, почему я выбрал швы, которые я выбрал, давайте быстренько пройдемся по моим мыслям. Вот эти грани выглядят не так, как нам нужно. Их нужно отсоединить друг от друга полностью. Значит, при этом соединяющие их ребро не трогаем. Так что я отметил по три других ребра, каждый из этих граней. Затем нам нужно как бы отсоединить голову нашего креста от его хвоста. Для этого нужен этот шов. Когда вы будете работать над своими мешами, вы уже будете чувствовать, что нужно именно вам, чтобы получить нужную вам UV-мапу. Субтитры сделал DimaTorzok